Сегодня память святого Парфения, лампсакийского епископа. Он в вере научился, просто посещая храм с юности, и слышал евангельское благовестие и проповедь священника. И так полюбил Господа, что всю свою жизнь посвятил его служению. И вот однажды к нему подходят родители с сыном своим. Больше того, нужно сказать, что отец был пресвитером, и в это время опускает своего сына к нему на колени и просят о нем помолиться. Почему? Потому что их сын одержим нечистым духом. И вот родители, которые имели сына бесноватого, один из них священник, пришли к Парфению и говорят, отче, исцели сына нашего, потому что он проявляет все признаки того, что читаем в Евангелии. А он им говорит, нет. Как нет? Ты же изгоняешь, ты же исцеляешь. Нет. Потому что он не слушает родителей. И вы сами молились, чтобы Господь исправил его. И Бог попустил ему быть одержимым злым духом. Нет. Представляете? Из одного с детства изгоняет, а из другого говорит, нет, потому что это Бог ему попустил. За то, что он своих родителей не слушает. Сколько сегодня молодых людей, которые не слушают своих родителей, и практически вот со стороны посмотришь на их действия, они подобны тем, которых описывает в Евангелии Святое Писание. Но все-таки родители умолили Парфения. И их родительские слезы сыграли в жизни их сына большую роль. Как они просили, чтобы он исправил и наказал, так теперь, умолив Парфения, он помолился, и Господь по его молитвам исцелил их больного, одержимого сына. Это еще раз показывает нам то, дорогие братья и сестры, как важно правильно молиться за своих детей, не желать им зла, но просить Господи, исцели сына или дочь мою, потому что этот конфликт между отцами и детьми существует в течение всей человеческой истории после грехопадения. И мы сегодня слышали с вами притчу, которую привел по этому поводу сам Христос, когда этот конфликт между сыном и отцом произошел, который сын говорит, я хочу жить, как хочу, дай мне часть моего имения, я пойду жить с подругами, с друзьями, я хочу веселиться, хватит быть в твоем теплом, благоустроенном доме, я хочу сам устроить свою жизнь, больше того, он не просит работать. Папа, я приобрел специальность, я буду зарабатывать себе на жизнь. Нет, вы слышите из притчи, говорит, сын, дай мне твое отец, и я пойду его проматывать. И уходит, и живет блудно, с грешницами, с блудницами, с друзьями. Скоро заканчиваются его деньги, заканчиваются друзья, как правило, мы знаем эту историю. Пока деньги есть у него, много друзей, как деньги заканчиваются, все, он бомж. И уже нанимается на работу к человеку злому, как сказано в Евангелии. А сам идет в ту страну, где голод. Что это за страна? Далече, куда удаляется от Бога, от отца своего, сын. Это страна, где нет Бога. Где свиньи едят свои рожки. Где только перед собой видят наслаждение. Вверх голову не поднимают. Знаете, что только одно животное не способно поднять головы к небу? Это свинья. Очень-очень яркий пример, когда сын этого любящего отца уходит в страну далече. Он нанимается пасти свиней и с ними пытается поесть, но никто не давал им. Он пришел в такое состояние голода, что говорит, придя в себя, пойду к отцу моему. У него наемников много, и они все избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. И он, придя в себя, возвращается к отцу, который не просто встречает его, обнимает его, дает ему перстень на руку, благословляет заколоть упитанного тельца, чтобы сделать пир среди собравшихся, потому что вернулся его блудный сын. Но вот здесь очень важное место, на которое мне хотелось бы вам, собравшиеся сегодня в храме, обратить ваше внимание. С поля приходит второй сын, который слышит, идет пир, который, в общем-то, как-то удивлен даже, что такое, закололи упитанного тельца. А что случилось, спрашивает он услугу. Твой брат вернулся, и отец по этому поводу пир устроил, и он оскорбел, то есть он напечалился. Значит, оказывается, столько лет работая в доме отца, он только и думал о себе, что он некогда, когда получит часть своего имения, но даже когда возвращается его брат, мы слышим, как он говорит, сын твой вернулся, и ты сделал пир, а для меня не заколол даже козленка, чтобы я повеселился с друзьями моими. И отец говорит ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое, твое. А надо было нам радоваться и веселиться о том, что брат твой пропадал и нашелся, был мертв и воскрес, и нет больше радости для сердца отца, чем возвращение блудного сына. Удивительная притча, она настолько глубокая, что о ней можно говорить бесконечно. Скажем коротко о ней. Если ты в доме отчим, в доме Божьем, не уходи, потому что то, куда ты уйдешь, это страна далече. Там голод духовный. Там все, что описано в евангельской притче. У урыльника свиньи съедают свои рожки. Ты туда пойдешь? Не уходи. Ушел? Вспомни, как блудный сын, что ты потерял, что имел, когда принял святое крещение, когда церковь возложила на тебя белые ризы, когда одела на тебя святой крест Христов, когда ты в радости обходил купель со словами «Елиться во Христа, крестистися во Христа, облекостися». Ты что приобрел, оставив это все, и службы, и молитвы, и пост, и храм? То, что приобрели все. Духовный голод, духовную жажду. Духовной жаждаю томим. Невыносимое он днесь выносит. И жаждет веры, но о ней не просит. Вот живет мир. Враждует, воюет, стреляет, изменяет. А те, которые живут в Доме Божьем, в Доме Отчим, они живут в мире под покровом Бога и Царицы Небесной. Если ты даже упал, эта притча говорит, ты тот, который уже дошел до этого состояния, вернись. Посмотри, как мудро поступил заблудившийся сын. Вспомни себя, каждый стоящий в храме. Есть в песнопениях слова «Кто больше грешник и блудник, как я? Приходи, насладись дивным милосердием Божьим, неисчерпаемой любовью Твоего Небесного Отца». Представляете? Кто в юности из нас не бузил, не грешил, не блудил, не пил, не курил, не ругался? Кто не падал из нас? Потому что все согрешили. И нет праведного ни одного. Сколько не слушали своих родителей, сколько сами стремились к власти, какого-то достижения такого имения, материального, благополучия, забывая о нравственном законе. Сколько из нас заблудились в эту страну далече? И что обрели в ней? Власть? Это вообще такой недостижимый рубеж. Кто в этом попытался достичь власти, тот уже наломал себе зубы. Кто попытался обогатиться, тот понял, в какую воронку попал, где люди только живут продажей, приобретением, обманом, лукавством. Да все равно ж не радует даже то, что приобрел. Чувствами наслаждениями, конечно, кто не стремился к ним наслаждаться телесно, забывая, что вы храм Духа Святаго, и Дух Божий живет в вас. Сколько мы оскверняли руки, ноги, члены свои, грехами своими, сколько стоящие здесь, заблудившиеся, изменяли своему небесному Отцу, а ведь Он все видел. И как важно вот в этом состоянии никого не осуждать, как тот Сын. Как же это так? Он вернулся. Да радуйся, что возвращается грешник. И вот те из вас, кто стоят в храме, никогда не осуждайте тех, кто пришел первый раз. И креститься не умеет, и молиться не так. Вообще ничего не умеет. Радуйтесь. Не тот Сын, который говорит, вот, я тут давно в храме, я тут уже и помогаю, это же роспись, вон моя икона. А ты кто тут пришел? Потому Церковь готовила нас к Великому Посту и напомнила нам вчера, в прошлое воскресенье, о смирении Закхея. А в эту неделю готовит нас к Великому Посту, напоминая о милосердии Божьем. Что Он принимает и те, кто заблудился, и те, кто в Его доме. Потому что Бог есть любовь. Поэтому те, кто дома, не уходите в страну голода, в страну далече. А те, кто заблудился, возвращайтесь. Бог любит всех людей. Даже тогда, когда мы удивляемся, ну как это Бог такого грешника принимает? Ну ладно я. А вот эту, как вот он-то, я же знаю ее. Как вот она, или он. Как вот он может теперь в храм ходить, значит, праведником, что ли, стал? Нет. Мы все грешники. Просто милосердный Бог собирает грешников. Он пришел спасти не праведников, а таких, как мы, грешников, призвать к покаянию. И каждый почувствовал, что объятия Бога, они коснулись когда-то и моего сердца. Моего. Не того, кто рядом со мной стоит, а моего. И поэтому я здесь. Потому что я понял, что у Бога много прощения. Потому что у Него много любви. Еще очень интересный факт, что можно ли найти такого Отца на земле, который бы стал примером такого поступка. И святые толкователи Евангелия говорят, что нет. Нет такого Отца, чтобы и так спокойно отдал пол дома своего, уйди, сыночек, блуди. Нет такого Отца, который бы выбежал после того, когда он все свое имение проблудил с грешниками и обнял его. Но нету такого Отца. Почему? Это высота, к которой нужно стремиться всем Отцам, всем родителям. Любить своих детей так, как любил этот Отец. Всем заблудшим нужно помнить, что ни один Отец так не любит, как Бог, потому что в Своем Отце ты не найдешь такого примера. Твой Отец не такой, не такой, как в притче о блудном сыне. Он может наказать, он может поругать тебя, он может тебя не простить, он может даже отомстить тебе. И ты вспомнишь, папа, но ведь ты читал Евангелие о прощении блудного сына. Я пришел, прими меня в число наемников твоих, скажи мне вместе с ним, сын мой, ты вернулся, ты пропадал и нашелся, ты был мертв и ожил, и нет больше радости для сердца Отца, чем освящение блудного сына. Эта притча настолько высокая, что она показывает Бога Отца, которого на земле нет. Вот потому в горе имейте сердца и поднимайте чаще глаза свои к небу, к этому Отцу, который готов принять самого последнего, самого заблудившегося, самого грешного, как я. Возлюбим Господа всем сердцем своим, всем помышлением своим и всей жизнью своей. Как сказано в Священном Евангелии, возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всем помышлением, всей крепости своей, и ближнего своего, как самого себя. Потому, дорогие братья и сестры, хотелось бы, напоминая вам сегодня о вышесказанном, напомнить, что приближается Великий Пост. Для того и Пост-то приближается, для верных, чтобы мы осознали свою гордыню, свою греховность, свое заблуждение, свое отступление от Бога. И узнали в сегодняшнем милосердном Отце своего Спасителя и Господа, который пришел в этот мир, чтобы спасти таких грешников, как мы с вами. Будем приходить в дом, который так и называется, Дом Небесного Отца, где хорошо нам. А потому сидите в мягком кресле православия и никуда не уходите от Него, потому что там холодно, голодно и пусто. А те, кто сегодня причастился, эти храмы Духа Святаго, хочу сугубо поздравить, потому что храм Божий свят, а этот храм вы, говорит нам в Священном Писании. Поэтому я пожелаю вам быть храмом Божьим. А значит, не осквернять своего тела, ни с блудницами, ни грехами, ни смотреть, ни трогать, ни дотрагиваться ни для чего блудного, грешного. Будьте святы, как и Отец ваш Небесный свят есть. Вот тогда мы познаем, что такое настоящая любовь и что такое настоящее прощение грешников, любящим Отцом. Субтитры создавал DimaTorzok,